А в Киевской, Кировоградской и Полтавской областях полным ходом укатывают деньги в дорожное покрытие. Дюжина рабочих рук, тонны асфальта, десятки единиц современной техники. Работают ли дорожники на совесть, проверил премьер-министр Владимир Гройсман. Поучаствовали в инспекции с высоты птичьего полета и наши корреспонденты. Борт Ми-8 поднимается в воздух. Журналисты с операторами отправляются на ревизию по ремонту украинского бездорожья. Главный инспектор, премьер-министр, его борт во главе экспедиции. С высоты птичьего полета украинские дороги кажутся просто идеальными. То ли дело наземным транспортом неподалеку Лубнов, премьеру показывают трассу Киев-Харьков-Довжанский. Здесь кипит строительство почти 20 километров новой трассы. По четыре полосы в направлении мосты, путепроводы, подземные переходы и, главное, по прямой. Принято решение сделать три обхода. Обходы по поселкам Покровская Богачка, по Красногорьевке и обход Полтавы. Трасса обойдется в более чем 150 миллионов гривен, финансирует работы Мировой банк. Хватит денег в этом году, уверяет Владимир Гройсман, и на капитальный ремонт дорог во всех регионах. 12 миллиардов будет направлено только в отмытнице по областям на строительство реконструкции дороги. То есть мы рассчитываем, что с этими ресурсами у нас будет более 30 миллиардов. А это уже Кировоградская область. Ремонт автодороги Знаменка-Луганский-Зварина здесь стартовал еще год назад. Из почти 66 километров, которые проходят по Кировоградской области, полотают только 34. На данный участок было выделено государственных денег 187 миллионов. 10 лет мы будем наблюдать за этой дорогой. И если что, то мы все поправим. Киев-Одесса эту трассу, кажется, делает уже целую вечность. Долго, значит хорошо, уверяют нас дорожники. На века будет стоять. Я буду задоволен тогда, когда все дороги будут вот в таком состоянии, как мы видим сейчас, с лидеромонтованием, с гарной разметкой и соответствующим уровнем безопасности. Но чтобы привести полностью в порядок дорогу Киева-Одесса, понадобится еще как минимум год. В планах чиновников на этот год также строительство новой трассы. Львов-Тернополь, Хмельницкий, Винница, Умани, Одесса и Николаев. Елена Митясова, Елена Брынга, Богдан Савруцкий, Николай Кувакин. Подробности в телеканал Интер.